Дед Иван Иван Григорьевич Хочу рассказать о своих бабушке, о своей бабуле и дедуле Именно не могу их разделить, то есть рассказать о ком-то из них одном Потому что такое ощущение, что они всю жизнь, насколько я во всяком случае их помню Жили вместе, все делали вместе Ухаживали друг за другом, потрунивали друг над дружкой И вот это впечатление, которое у меня очень запомнилось От бабули особенно, от бабули особенно, от дедули Я хочу с ними поделиться, с вами, этим впечатлением Бабуля, бабуля Они, а не Сиванна Это такая, на тот момент, я буду рассказывать, когда я жила с ними и с мамой С 1 по 4 класс, это 79-83 год где-то примерно, да И как я их запомнила, на тот момент это уже была грузная небольшого такого росточка женщина Всю жизнь она прожила на Волге, родилась на Волге Какое-то время они жили на Украине, тоже буду об этом рассказывать Но она малограмотная, я так помню, что была Ну, имеется в виду в плане образования Вот Но такая очень живая, очень общительная Очень коммуникабельная То есть, очень открытая Очень сильная С сильным характером С какой-то такой внутренней жилкой Очень такой Как стержень внутренний Как внутренний стержень, будем так говорить Вот Ну, как она выглядела, я уже говорю На тот момент она уже была парализованная частично Правая, по-моему, правая часть у неё не работала, да Но она ещё передвигалась с помощью деда И вставала, и выходила гулять Ну, так Он вынесет ей, например, стул на балкон, да На общий балкон, у нас там был в 16-этажке Положит плед красный Вот, прям этот запомнила плед И она сидела Вот Но всегда, смотрите, несмотря на болезни и так далее Она всегда была оптимистично настроена Всегда всех поддерживала Вот И всегда была в макияже Макияж такой Простой, но обязательный Это значит пудра Припудрена обязательно У неё должно быть лицо И немножко помады Вот И волосы Вот Как бы Такая волна Как она была у неё красивая Знаете, тогда в 40-е годы так носили Вот Но и так она у неё осталась такая У неё не седые воли волосы У бабули у них были не седые волосы Такие сероватые, такие дынчатые Дынчатые И платочек уже Вот Но в молодости она была худенькая Худенькая Такая Бодрая И Рассказывала такой случай Что когда они поехали на Украину К деду Вот Во время войны И у неё уже было две взрослые Ну как Две дочери Тёть Нине было на тот момент 13 лет А моей маме было 8 лет И подружку они ещё взяли А подружка была высокорослая Вот И сказали, что К Иван Григорьевич То есть к моему деду Приедет Какая-то Кацапка Ну Кацапов так на Украине Русских называли Вот А мои хохлы Они нас Кацапы Ну вот Мы на всяком случае Не обижались И никогда Ну как У нас не было Обидно этих слов На эти вот Названия Что К сожалению Сейчас происходит С другими людьми Вот И В общем Когда они приехали То сказали Ой Говорили же Что к Ковальку приедет Там Типа Женщина с двумя детьми А там Получается С тремя детьми То есть ее посчитали За старшую сестру Вот Иван Григорьевич Иван Григорьевич Это мой дед Он не родной нам дед Мы своего родного деда Александра Никогда не знали И не видели И только там Что-то Какая-то Видимо Грустная история У них произошла Может быть Измена какая-то Мне кажется Бабуля Просто его не простила Потому что Никогда Очень много Не рассказывали Вообще о нем Вот С дедом Они Вот Уже с Иваном Григорьевичем Познакомились В войну Когда деда Комиссовали По ранению Он инвалидом Пришел У него рука Тоже Не помню Какая левая Правая Отсохла Ну как-то Не работало В общем Сухожелие Перебито было Да И он работал Здесь у нас По Волжье Какое-то время Там Какой Представителем Колхоза Ну что-то такое Вот А потом Он уехал Видимо На Украину И вот Мама Моя мама Тетя Нина Ее старшая сестра И бабуля Поехали К ним Туда На Украину Тоже помнят Это как раз Военное время Очень Голодные Очень Голод Но очень Голод Это самое Такое Запоминающееся Как бы Впечатление Да И Все И разруха Короче Голод И разруха Но И в том числе Какие-то Сильные люди Бодрые люди Которые не сдавались Несмотря ни на что Очень красивые Песни пели Вот Про деда Хочу еще сказать О том Что у него Была до войны Семья И она И в войну Еще была Жена И четверо детей Вот я запомнила Это слышала От старших Вот Но Почему-то Дед Не вернулся К ним Я не знаю По какой причине Не буду сейчас Сочинять ничего Вот В общем Бабуля и дедуля Это два А дед Не сказал Как он выглядел Дед выглядел Он высокий Такой худощавый Жилистый Я так думаю В молодости Он был красавец Потому что Он и в старости Это был такой Видный Ну Как бы Видный Да У него были густые Но уже седые волосы Такой густой Кучерявый Чуб Прямой нос Такой помню Голубые глаза Ну Светлые глаза Вот Ну Красавчик Но бабуля Мне кажется Тоже еще Волота Она умела Общаться с мужчинами В том плане Что Маленькая Да Удаленькая Да Или Высокий Красавец Все будут наши Если она Ну Если Когда она Захотела бы Но она Захотела Вот И Познакомиться Значит В войну И Всю жизнь Вот Я помню Как они Как они Подтрунивали Друг над дружкой Вот Не хочу говорить слова Подкалывали Потому что Ну не было тогда Раньше таких слов Юморили Больше вот так Юморили Мне кажется Это очень классно Очень классное Такое качество Которое Нужно перенимать У наших Родителей Да Бабушек Дедушек Потому что Оно не дает На самом деле Разочаровываться Друг в друге Не со зла Вот так Подкалывать А так По доброте Например Дед У него Сохранился Украинский акцент И он Хохлятский акцент Да И он Когда в конце Недели Уже все Собирались Ну как бы Банный день был Да Сохраняя Деревенские традиции Вот А мы жили В однокомнатной Получается Квартире С большой кухней Вот Мама Я Вот Бабушка И дедушка И бабуля Говорила Ну кто идет Значит Это самый первый В ванную Принимать в ванную Вот Дед говорил А мы не грязни Вот На что бабуля Говорила Ну конечно Мы не грязни Ну типа Мы все грязни А вы вот не грязни Вот Ну значит Я пойду первая Ну и дед Вот ухаживал За ней до последнего У нее Он растирал руку ей И я запомнила Вот этот Кротивный Такой Запах Камфоры Вот И ногу Приходилось Растирать Потому что Она ее Видимо Ну не чувствовала Вот И Дед Пережил ее На самом деле Это 1986 год Я был 86 Да 85 86 Я была В шестом Классе Нет Я была В пятом Классе Я была В пятом Классе Да И переходила В шестой Ну Это был Пятый Класс Да И дед Пережил ее Всего лишь На где-то Месяц Вот Где-то В декабре Бабуля Умерла Вот Так что Вот так Что Хочу рассказать О нашем Вот Какое Мое детство Было с ними Они Из Деревни Совсем В глубоком Детстве Я помню Мы с мамой Ездили В деревню Васильевку Тут у нас На Волге Самарская область А потом Вот они Деду дали Однокомнатную Квартиру Как ветерану Потому что За бабушкой Надо было ухаживать Ну В общем Дали ему квартиру И мы переехали Туда жить Вот В город Автозаводский район Город Тольятти Вот И Значит Они Привезли С собой Радиолу Это такая Вот Как бы Большое радио А сверху Были пластинки Она так Открывалась Потом У нас были Пластинки Сейчас скажу Какие Вот Потом еще Запомнила Такое зеркало У нас В коридоре Ставилось зеркало Очень высокое Старинное Раме Ну Не вот Прям Там Не знаю Ну Такое Деревенское Красивое Что-то Резное Вот И маленький столик И Оно было Под наклоном И От стены Я помню Эту металлическую Как медную Проволоку Которую Которую Была От гвоздя До зеркала Ну так Чтобы Не знаю Чтобы наклон Как бы Чуть-чуть Такой Был Вот И Часы С маятником Которые Они Привезли Они у нас Висели На На стене На Кухне И Отрывной Календарь Был Вот Отрывной Календарь Где Дед Все там Все праздники Знал Все отмечал Все там Штудировал Короче Вот Значит Вернемся К пластинкам Все свое детство Я проплясала Под цыганские Песни У нас Было Много Пластинок У нас Очень Любили Романцы Международные Песни Ну и Популярные Конечно Потому что У нас Телевизор Тоже Был Как у Всех И черно-белый Вот Романцы